Приветствую вас, дорогие возлюбленные братья и сестры Слава Богу, что мы в Доме Божьем Аминь Аминь Это великая привилегия быть в Его присутствии быть в Церкви Его И, конечно, это не только привилегия Это благость и милость, которая сегодня явилась нам Что мы можем приходить все вместе к Его престолу Слышать Его Слово, знать Его Конечно же, мы должны напоминать себе всегда, постоянно Кто мы такие, что Писание говорит о нас Например, в послании Петра о Второй главе Бог через апостола доносит на нас Вы, род, избранный Вы избранный, да? Вы не просто отборожены, вы избранный Царственное священство Разделенные, да? Для чего? Для царства Народ святой, люди взятые в удел Некогда не народ, а ныне народ Божий У вас Бог, да? Царь Он ваш Отец Некогда не помилованный, а ныне помилованный Это милость Божия, да? Чтобы взятый в удел Божий Потому что мы, Господи, знаем Что можем приходить в Его святое присутствие Все вместе, едиными устами Восхвалять Его, нашего Бога Нашего Царя Но, к сожалению, в христианстве существует Такое заблуждение, что в церкви она не обязательно Главное личное отношение с Богом Ну, зачем ходить в церковь? Можно же и дома встать на колени, помолиться, да? Зайти в комнату Не обязательно иметь общение с братьями и сестрами Не обязательно иметь какие-то отношения Главное иметь вот эти отношения с Богом Да? Как-то вот Приходить к Нему А остальное все Неважно И обычно приводят такой стих из местописания Когда Иисус учил молиться Он говорит Зайдут в комнату, затворите дверь, да? И Отец то, что в тайне сказали, и воздаст Но этот стих, он Говорит немного о другом Говорит, чтобы наши молитвы Они не были формальными Показными, показушными, да? Перед людьми Чтобы когда мы приходили к Богу Мы сосредотачивались на Боге Отвлекались от всей суеты этого мира Чтобы в эту комнату заходили, да? Чтобы нам ничего не мешало приходить к Богу Потому что зачастую Бывают такие ситуации, когда мы вроде бы молимся, да? А мысли у нас совсем в другом месте Ты вроде что-то просишь А в действительности твои мысли Они не соответствуют просимому Вот о чем говорится в этой системе В основном В том, что мы сосредотачивались Умели это делать Отстраняться от своей суетной жизни Существует и другая пословица В христианстве Кому Бог не отец, то у церковь не мать Конечно, это не цитата из Библии Но она отождествляет библейское учение Действительно, кто претендует на близкие отношения с Богом Должен понимать, что их не бывает без церкви То есть, кого Бог любит Кого Бог Кому открывается Он всех призывает В церковь В тело свое И об этом говорит все Писание Экклесия, церковь Она так и переводится Люди, вызванные из мира Наполниваем Духом Святым Которых коснулся Бог Которым Бог открылся Дал познать Его Это великая тайна церкви Она не всем открыта Что такое церковь? Как Бог любит церковь Эту тайну пытается раскрыть нам апостол Павел Особенно в послании Ефесянам Он об этом говорит Например, в 3 главе Пишет нам Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа За вас, язычников, как вы слышали О домостроительстве благодати Божьей Данной мне для вас Потому что мне через откровение возвещена тайна О чем я выше писал кратко То вы, читая, можете Усмотреть мое разумение Тайны Христов Которая не была возвещена Прежним поколением сынов человеческих Как ныне открыта Святым апостолом Его И пророком Духом Святым Чтобы и язычникам быть Сонаследниками Составляющими одно тело И сопричастниками обетования во Христе Иисусе Посредством благовествования Сопричастниками Церкови Тайна Или как он дальше говорит в этом же послании В 32 стихе 5 главе Тайна сия велика Я говорю по отношению к Христу и к Церкви Он приводит пример Как мужья должны любить своих жен Как Христос возлюбил Церкви Он говорит Тайна сия велика Поэтому эта тайна Для многих закрытая Но детям своим Он открывает ее И в эту тайну Можно проникнуть только Духовными глазами Понять Что такое действительно Есть Церковь Божия На которую Иисус и пострадал На Кресте И все обетования Благословения Он дает Церкви Врата Ада не одолеет ее Кому? В Церкви Он придет за кем? За Церковью За ожидающей Кто будет с Ним на небесах? Церковь Дары все где? В Церкви Для созидания Церкви Дается Богом Опять же Все в Церкви Где Он пребывает? Где двое или трое Собраны во имя Его Это что? Это Церковь Образ Церкви Все благословения Здесь В Церкви Для ведущего человека Только в ней Знаете, есть Псалом 22 Многие его хорошо знают Даже Многие учат его наизусть Он такой небольшой Да, ну, очень Наполненный Определенными Пониманиями Божьей благодати Милости Благословений И вложится всегда На наше сердце Да, когда мы его читаем Нам хочется все это Осознавать в своей жизни Ощущать Давайте вот я хотел бы Зачитать его Что он из себя представляет Шесть стихов Господь Пастырь мой Я ни в чем не буду Нуждаться Пастырь Кто такой? Пастух Да? Он водит Он заботится Пастух обычно что? Он заботится О своих Овечках И мы знаем Иисус говорит Я есм пастырь добрый Это он Есть Наш пастух Он говорит Здесь Давид говорит Я ни в чем не буду Нуждаться Потому что я знаю Что он заботится О мне Дальше он Раскрывает Как? Он покоит меня На злачных пажетях Злачных Где много злаков Где растет Еда Вкусная еда То есть он покоит меня Там где благословения Он будет меня Там где благословения Через него они являются Как духовные Так и физические Им даровано все Для нашей жизни И благочестия У него все есть Для нас И вводит меня К водам тихим Он напаяет меня Он дарует мне покой Он подкрепляет душу мою Направляет меня На слизи правды Ради имени своего Он дает мне силы Бог Даже если мы где-то Заблуждаемся Он выправляет Наши пути Ради имени своего Он прощает нам наши грехи Он показывает нам путь Если мы вдруг ошиблись Что-то Если свернули И туда Он нас снова возвращает На путь Правда На правильный путь Если я пойду В долиной смертной тени Не убоюсь зла Потому что ты со мной То есть какие бы проблемы Не были Что бы ни происходило В твоей жизни Какие-то печальные Различные обстоятельства Болезни Я не убоюсь зла Потому что я знаю Что ты со мной Я ощущаю твое присутствие В своей жизни Я ощущаю твою близость Я знаю Ты рядом всегда Ты меня не оставишь Ты меня не покинешь И твой посох Твой жезл Твой посох Они успокаивают меня Жезл И посох Это такие символы власти Сила твоя Навсегда со мной Я знаю Я знаю Что ты всемогущий Бог Все в твоих руках Тебе можно доверять Потому что Ты всеми управляешь Всеми процессами Этого жизни Этого мира Этой вселенной Ни один волос не упадет С моей головы Без твоего ведома Ты приготовил передо мной Трапезу Ввиду врагов моих То есть Несмотря ни на какие Жизненные обстоятельства Я спокоен Умастил елеем головы Чаша моя преисполнена Я живу в твоем благословении Жизнь с избытком дает Все ты даешь мне Все у тебя есть Полнота радости Полнота спасения Полнота любви Все в тебе И вот дальше Шестой стих Он идет итогом Так благость и милость Да сопровождают меня Во все дни жизни моей Все что мы перечислили Это лишь по благости И милости Божьей И я пребуду в доме Господнем Многие Вот эти все благословения Они являются Когда человек пребывает В доме Господнем В церкви его В теле его Тогда он будет ощущать его силу Он будет видеть ее Если он где-то заблудился Его исправят Если пошел не туда Его возвратят на правильный путь Здесь он будет видеть его силу Божью силу Его любовь В Библии очень много образов В церкви Новозаветной церкви Это и дом Это и семья Две фесянами есть Да, един Бог и Отец А мы все братья и сестры Что о чем он так говорит Мы семья, да Образ семьи Это и ковчег спасения Что Бог придет за церковь Это и тело Где мы члены друг другу И служим друг другу Бог каждому дает определенный дар Для того, чтобы созидать себя в любви Учиться любить Здесь в церкви Мы практикуемся В духовных дарах Мы возрастаем в Боге Для этого он создал церковь Тело свое И знаете, обычно человек Он как проводит свою жизнь Мы говорим Дом, работа, семья Обычного человека Дом, работа, семья Время вот так распределяется На работе какое-то количество времени Пришел дома Провел семью И вот все эти образы Несет церковь Церковь это и дом Церковь это и семья Церковь это и работа Это служение наше Это образ нашей жизни Дом говорит Церковь это Твоя страна Потому что мы Кто? Мы Граждане Божьего Царства А это Царство Сейчас здесь на земле Оно проявляется в церкви Всю гней Только здесь благословение Поэтому Писание говорит Что верующий человек Он не может без церкви Если он действительно Имеет близкие отношения с Богом Он будет любить церковь Он будет сюда стремиться Он будет искать отношения С братьями, с сестрами Здесь он найдет все Что ему необходимо Здесь он получит силу В церкви Божьей Поэтому я призываю вас Дорогая церковь Понимать эту тайну Осознавать ее И конечно же Любить церковь Любить Бога И прославлять Его Служая Ему Здесь же В теле Господня Давайте встанем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому